В общегородской день молодежи погода подкачала. Было сыро после ливня и периодически моросил дождь. Многие мероприятия под открытым небом пришлось отменить, но это не помешало празднику. Несколько развлекательных площадок разместили в помещении трибун, стадион и кар. Здесь команда из нескольких человек приняли участие в энергичном и зажигательном танцевальном квизе. Движение под громкую музыку помогло согреться и сбросить с себя пасмурное настроение. Здесь можно было попробовать свои силы на интеллектуальной игре, сфотографироваться с косплеерами, а также окунуться в мир технологий от Кванториума Саров. Демонстрируем ребятам, как можно летать на квадрокоптерах, управлять роботами. Ну и, собственно, ребята еще погружаются в виртуальную реальность с помощью очков виртуальной реальности. Роботы соединяются с помощью связи Bluetooth и с помощью телефона можно ими управлять, то есть играть в футбол, драться ими. Вообще эти роботы называются роботы-сумод. С особым интересом дети управляли квадрокоптером. Ребята учились программировать, проводить дистанционное зондирование земли и строить 3D-модели. Тем временем в тренажерном зале ИКАРа прошли городские соревнования по жиму лежа. Перед началом все заявленные спортсмены получили медицинский допуск и прошли взвешивание. Соревнования прошли между 12 взрослыми атлетами в нескольких весовых категориях. Соревнования организованы по инициативе Галишникова Евгения. Его инициативу поддержал Центр внешкольной работы и спортивная школа ИКАР. В Центре внешкольной работы такие соревнования проводятся регулярно в течение года. Галишников Евгений являлся также воспитанником нашего Центра внешкольной работы. Поэтому по инициативе первый раз. Главным судьей соревнований выступил Сергей Серов, мастер спорта по пауэрлифтингу. Победители и призеры получили дипломы и сертификаты. А те, кто не побоялся плохой погоды, собрались на юбилейный турнир по автозвуку. В этом году соревнованиям исполняется 10 лет. Когда-то все начиналось с небольшого мероприятия у бассейна «Дельфин». Сейчас в соревнованиях участвует все больше саровских автомобилистов и любителей мощных децибелов. Здесь же прошла выставка спортивных авто и выступление дрифт-картов. На главной сцене Дня молодежи состоялась церемония награждения активистов молодежных общественных объединений. Грамоты и благодарности ребята получили из рук заместителя главы администрации города Сарова Ильи Волкова и директора Департамента по делам молодежи и спорта Ларисы Пустыниковой. После этого на сцену вышла талантливая молодежь Сарова. Завершился День молодежи выступлением хедлайнеров фестиваля. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.